Патриот, профессионал и просто хороший человек. Так отзываются о Павле Шеремете, те, кто пришел накануне на его похороны в Минске. Журналист погиб 20 июля в центре Киева под днищем автомобиля, в котором он ехал, сработало взрывное устройство. Среди проводивших Шеремета в последний путь была и моя коллега Ирина Топоркова. Минута молчания, а затем аплодисменты. Так сотни людей в центре Минска прощаются с Павлом Шереметом. Церемонию решили провести в храме всех святых. У входа с самого утра длинная очередь. Патриот с Украины, по-первых. Патриот это, во-первых, человек, на которого нужно равняться. Я и другие считаем, что он делал очень много и является примером. Он был верен своим идеям, поэтому так много людей. Мыслящие, разумные люди, конечно, хорошо относятся. И знают его деятельность здесь тоже. В Минске Павла знали почти все. Именно здесь, в начале 90-х, на белорусском телевидении началась его журналистская карьера. Главный редактор белорусской деловой газеты, а затем Субкор ОРТ. На этом телеканале вышел скандальный репортаж, в котором Шеремет незаконно пересек белорусско-литовскую границу. За это журналиста сначала арестовали, а затем депортировали из страны. С 1998 по 2014 Шеремет работал в России. Сначала на первом, потом на общественном телевидении. А в 2014-м переехал жить на Украину. Коллеги говорят, Шеремет никогда не боялся высказывать свою точку зрения. Именно за это его и могли убить в Киеве. На этих кадрах последние секунды жизни Павла Шеремета. Темно-красный автомобиль Субару, за рулем которого находится журналист, проезжает пешеходный переход. Останавливается. Глухой хлопок и взрыв. Взрывное устройство, по всей видимости, было заложено под водительским сидением. Шеремету почти полностью оторвало ногу. Несмотря на тяжелые травмы, в первые минуты после взрыва журналист еще жив. Он умер в машине скорой помощи. Почти сразу советник министра внутренних дел Украины, Антон Геращенко, на своей странице в Фейсбуке сообщает. Сомнений нет. Это заказное убийство. С ним соглашаются эксперты. Без специального оборудования собрать такую бомбу в кустарных условиях практически невозможно. А вот все составляющие для нее продаются в любом магазине. Сами технические детали все продаются в принципе в открытом доступе. Можно спокойно собрать это все дело просто на рынке охранных сигнализаций. Но точечное вот это исполнение говорит о довольно высоком уровне. Я бы сказал, что это ЧВК или спецслужба. Подтверждение этой версии появилось в интернете спустя несколько дней. Видеозапись опубликовала одно из украинских изданий. На кадрах видно. Сначала мужчина подходит к автомобилю и протирает его днище. Спустя два часа все тот же человек возвращается с женщиной. Она с пакетом подходит к машине. Приседает рядом с водительской дверью. Через минуту оба уходят. Последняя новость, что основная версия, что все-таки профессиональная деятельность Павли. Что это преступление связано с этим. По иронии судьбы Павел говорил, что Киев достаточно спокойный город. Что страшилки, которые показывают по российскому и белорусскому телевидению это все неправда. Я приглашал приезжать, обещал провести экскурсию лично. Я не чувствовала, что он за что-то опасался. МВД Украины связывает убийство Павла Шеремета в первую очередь с его профессиональной деятельностью. Он открыто критиковал киевские власти. На одной из пресс-конференций журналист задал президенту Порошенко вопрос о скандальном офшоре. Последняя публикация в блоге. Шеремет возмущен. Из СИЗО выпустили чиновников, обвиняемых в получении взятки. Но коллеги и эксперты говорят, покушение могли совершить не на того. Ведь машина, в которой журналист выезжал из дома, принадлежала Алене Притуле, главному редактору «Украинской правды». Сейчас идет борьба за последний лакомый кусочек украинской собственности. Это Одесский порт, главный редактор «Украинской правды». Она отстаивала сторону Авакова, в отличие от стороны Порошенко. На этот счет можно говорить, что внутренние разборки Аваковской и Порошенковской финансово-промышленной групп привели к таким трагическим обстоятельствам. Алену Притулу, гражданскую жену, Павла считает одной из самых влиятельных журналисток Украины. Редакцию «Украинской правды» она организовала в 2000 году вместе с Георгием Гангадзе. Кстати, с ним у Притулу тоже были близкие отношения. В день своего исчезновения он вышел из ее квартиры. Через месяц обезглавленное тело Гангадзе нашли в лесу, пока Алена Притула отказывается общаться с журналистами. А мать Павла Шеремета говорит. Об угрозах в телефонных разговорах ее сын не упоминал. Украинские официальные лица принесли семье Павла Шеремета соболезнования. А президент Порошенко лично участвовал в прощании с журналистом на Майдане. Первые результаты расследования уже есть. Об этом сообщил советник главы СБУ Юрий Тандит. Например, расширилось число версий убийства. Теперь их шесть. Но что за версии, уточнять не стал. Петр Порошенко обещал привлечь к расследованию ФБР. А пока отправил в Белоруссию на похороны. Своего пресс-секретаря, Святослава Цеголко. Павла Шеремета похоронили на северном кладбище в Минске. Журналисты остались жена и двое детей. Ирина Топоркова, Александр Кирпиченок, Василий Мерзляков. Live. Минск. Белоруссия.